Друзья, ни в коем случае не повторяйте увиденные в этом ролике, это всё делалось профессионалами и соблюдая технику безопасности, но осмотреть вам никто не запрещает. Перед новым годом все блогеры делятся на два типа, те которые снимают новогодние лайфхаки или взрывают что-то масштабное. Так вот, мы бы хотели узнать, а что же будет если одновременно запустить тысячу вот таких ракеток. Ещё давно нам пришла эта посылка, и мы её хранили до этого времени, так что давайте вскрывать. Под пакетом запряталась коробка, а в ней ещё множество других. Давайте доставать их оттуда. У нас тут 8 коробок этих мини-ракет, открываем их. В этих коробках 12 упаковок, а 12 штук в каждой, то есть в 8 упаковках 144 таких. Мы открыли все коробки, и получили вот такую горку. Согласитесь, не маленькая она получилась. Начнём уже их вынимать из этого полиэтилена. Так, последняя пачка. И наша куча стала выглядеть более устрашающе. Дальше у нас возник вопрос, как нам заставить их одновременно сработать. Мы начали думать, и первым, что нам пришло на ум, то это соединять ракеты между собой фитилями. Но потом поняли, что это очень трудозатратно. Но у нас есть план Б. А именно, взять коробку и на её дно засыпать зажигательное вещество. Поверх него положить свистульки, и тогда поджечь. Но есть одно но. Ножка у ракеты слишком длинная. И если под неё насыпать эту смесь, то её пламя не подожгёт фитиль. А если засунуть ракетку глубже, то она никуда не взлетит, а просто бабахнет на земле. Так что эти палочки нужно укоротить в раза три. Мы с напарниками вооружились ножницами, и начали работать. Скажу честно, это трудновато. И проще всего это делать садовыми ножницами. Они могут перекусить целый пучок. На улице уже ночь. А мы всё ещё сидели, и укорачивали эти долбанные палочки. Делал бы это всё сам, то б справился, наверное, за день. А с напарниками у нас это занятие отняло полутора часа. Готовые ракеты мы сбрасывали в отдельную коробку. Кстати, вот такое у нас получилось количество отходов. И вот столько самих ракет. Я в жизни столько не видел. Далее план был таков. Взять крышку от коробки, приклеить её на термоклей, наделать много дырочек и в них вставлять свистульки. Но так не годится. Ракетки стояли очень криво. И это могло повлиять на финальный результат. Поэтому мы приняли всё принести на завтра. Все ракеты начали складывать обратно в коробку, а также подготовили зажигательную смесь. Ну а мы с напарниками не будем расходиться, а как на улице уже поздно и будем думать завтра. Утром следующего дня мы снова все собрались, погрузили всё дело в машину и начали выдвигаться за город, на место найденное на карте. Прибыв на него, мы начали разгружаться. И отправляться на место событий по такой прекрасной дороге. Спустя 40 минут пути мы вышли к речке и начали всё подготавливать. Кстати, по дороге мы взяли ещё 2 мешка песка в зоомагазине. Сейчас узнаете для чего. И мы наполним коробку, для того, чтобы уже в него вставлять ракеты. Взяли мы его с запасом, аж целых 2 мешка, чтобы было правильно. Следом мы его застелили алюминиевой фольгой, дабы зажигательная смесь с ним не смешалась. Пора её засыпать. Напомню друзья, ни в коем случае не повторяйте увиденные, так как это опасно. Ну а нам пора втыкать ракеты. Аж целых тысячу штук. И это был самый сложный этап. Хорошо, что у нас работала целая команда. И потихоньку коробка заполнялась. И всё было готово через час. Вот так вот выглядела наша ракетная установка в конечном результате. Но поджигать её рано. Для разогрева мы бабахнем соточку. Их мы втыкнули в песок. И подожгли. Отпежав на безопасную дистанцию, ракеты вмиг начали срабатывать. Вылетая в воздух с характерным звуком. Ну что сказать, неплохо. Но уже пора запускать тысячу таких. В целях безопасности мы взяли настоящий фитиль. В коробке проделали отверстие. И провели его к ракетам. Ну что ж, пора поджигать. Фитиль дал нам время отбежать на безопасное место. И мы начали наблюдать. Опа, одна ракетка полетела. А за ней остальные. Опа, одна ракетка полетела. Наш план все-таки сработал. И все ракетки взлетели. Камера и близко не передает тот грохот, который там творился. После такого, все вокруг покрылось белым густым дымом. Создав своеобразную дымовую завесу. Спустя 30 минут мы подошли к нашей установке. И увидели вот это. Этот эксперимент однозначно можно назвать удачным. А мы принялись собирать весь мусор и уезжать домой. А вас мы хотим поздравить с наступающим Новым Годом. Пускай в эту ночь все ваши мечты сбываются. И Новый Год окажется лучше старого. А также отдельную благодарность хотим выразить нашему другу Руслану. Который помог нам все это реализовать. У него тоже есть свой канал. Так что отблагодарить его сможете и вы. Ну а мы еще не один раз увидимся в новом наступающем году. Пока!